Сегодня в программе отделка пластикового окна. Владимир Ефремов из Астрахани покажет, как изготовить и прикрепить откосы и подоконники. Сам стеклопакет он уже вставил. Вы можете доверить эту работу профессионалам, если не уверены в себе. А вот оформить проем под силу каждому, кто чертит под линейку и знает математику. Вот, получается у нас здесь 73 сантиметра начинается. Значит, 73 и 132 у нас получается... Давайте, чтобы не ошибиться, несколько раз перебираем у себя. 73 и 132 это у нас получается 2 метра 5 сантиметров. Конструкция оригинальная. Помимо подоконника присутствует полочка. Она идет вдоль всей стены поверху декоративного короба, который закрывает батареи. В остальном все по стандартным технологиям. Я приступаю к отделке окна. Откосы у этого окна я буду делать пластиковыми панелями, что очень удобно. Хвост панели встанет у меня как раз по краю окна. Я прорежу пену и вставлю туда панель. Значит, вот эти откосы у меня выполнены прямо на одном уровне с окном. Что делает установку у меня оконных откосов, облегчает, вернее, установку. Почему? Потому что они прямоугольные. Все под 90 градусов будет делаться. Я купил подоконник 30-сантиметровый. Подогнал уже доску, сделал ее. И для того, чтобы у меня уменьшить потение окон зимой, что я сделаю? Я поставлю туда, можно сказать, вентиляционные решетки, монтирую прямо в окно. Вот обратите внимание, вот такие вот решеточки я уже разметил. Центр решеток будет находиться как раз посередине стеклопакета. Решетки я расположу таким образом, чтобы вот эти ребра смотрелись к окну. То есть, от нас это будет вот так. Если мы поставим их вот так, будет некрасиво. Видите? Мы увидим все, что там творится. Мы от себя будем делать. Еще внимание, решетки, как вы видите, видите, я делаю вот под эту часть. Здесь у меня под шуруп сделано, но как они сделали, я не понимаю. Для чего? Видите, что в середине, как будто шурупом нужно крепить изнутри. А нам нужно их закрепить снаружи. Что я сделаю? Я воспользуюсь старым добрым герметиком. Значит, я смажу периметр герметиком и потом посажу их на подоконник. Ну что, приступим. Пленку защитную я еще не снял. Но лучше всего, конечно, засверлить сначала тонким сверном. А потом уже засверлился толстым. Вот, я просверлил маленький свернок сначала. И потом самое большое, у меня десяточка, которая здесь есть. Для чего еще большим? Чтобы был заход для ножовочного полотна, лобзика, можно это выполнять шлифмашинкой. Такую работу. Вот что у меня получилось. Вот она, доска подоконника. Я в нее монтировал две. Но сейчас я сразу устанавливать не буду, потому что подоконник у меня еще подроется декоративной пленкой. Вот окошечко и наш досок такой. Аккуратненько, чтобы не скрапать обои. Мы вот так установим подоконник, доску. Ну вот, смотрите. Вот как это будет выглядеть. Здесь я выровнял вот по стене. Сажать я буду этот подоконник на нашу любимую пену. Вот здесь пойдет еще широкий подоконник. Вот. Думаю, все понятно. Ну что ж. Тогда я начну, приступая к подгораживанию наших откосов. Сначала я измеряю размер нашего проема. Дальше я беру панель. Панели я выбрал пластиковые, матовые. Почему матовые? Чтобы не было бликов. Беру панель. С панелью нужно работать немножко аккуратно и всегда проверять в них срез. Не всегда он выполнен под 90 градусов. Но вот и здесь срез выполнен неровно, поэтому предварительно его нужно сначала обрезать. делаем занятию ножом. И применяю уголок. мы отрезаем 500 панель. Заодно удалим лишнюю пену. если она есть. Вот так берем и слегка прорезаем пену. Ну вот, у меня, можно сказать, здесь все подрезано. Лишнюю я уберу. Также я уберу вот эту защитную пленку. Потому что, если мы поставим панель, она зажмет пленку, вот, и потом будет нам проблематично ее удалить. Открываем дверь и убираем панель. Вот так. И теперь примеряем вот этот хвостовик мы вставляем в щель, которую мы прорезали. Несмотря на точность измерений, панель может сразу не встать в пазы. Идеально ровными стены не бывают. Надо подгонять. Стесать выступы нетрудно с помощью молотка и долота. Главное, делать это осторожно и не отбить лишнего. Ну, и еще раз пробуем. Так, мы уже подрезали панель. Поднимаем. Вот. И загоняем сначала в одну сторону. Процесс кропотливый. Пребует времени, конечно. Все, мы обрезаем вот этот выступающий край. В нем не будем клеить панель. Вот, панель обрезана так, как нам надо. И мы давайте приступим к ее махажу. Приготовим пистолет с пеной. Приклеем предварительно. Приготовим малярный спотч. Вставляем пазы на шпаны. Нужно, чтобы вот здесь она не выступала за край. Хотя была бы вровень, в идеале, чтобы чуть-чуть она была утоплена. Малярное спотчем применение. Все, взяли. И теперь мы берем пистолет с пеной. Запениваем. Пену кладем по краю и еще немного по центру панели. Даем засохнуть. Для этого малярным скотчем прикрепим на время панель к стене. Скотч достаточно прочный и не оставляет следов на обоях. Ну вот. Мы установили панели на откосы окна. Как вы видите. Пока они держатся на малярном скотче. Вот подоконник я теперь демонтировал. Теперь он у меня здесь. На рабочем месте. Вот теперь можно удалить защиту. и защищаем поверхность. Ну, в принципе, в идеале можно было бы ее и обезжирить. у меня есть, смотрите, да. Пены. Пленку мы взяли немецкую, хорошую. Хорошую качественную. Не берите дешевую китайскую. И сейчас мы начнем вытрость сделать. С обратной стороны пленочка уже размечена по сантиметрам. Вот. мы решили 28 сантиметров. Нам нужно мерить подоконник с двух сторон. Возможно, что у нас одна будет страна чуть шире, другая чуть дольше. Положим туда кунищик. Вложим нашу пленочку. Смешаем краешки. Лучше, конечно, здесь и в середине положить что-нибудь тяжелое. Сейчас мы что-нибудь придумаем и плоское. Ну, вот примерно такой брусочек я сейчас положу, чтобы он настоять взял. Следующий момент. Загибаю, вот смотрите, уголов. Загнул я уголочек и начинаю приклеивать. Замещаю края. И вот так раз выложу уголочек. И теперь руку заводим и вот этот уголок тянешь на себя. Это только кажется просто. На самом деле нужна сноровка и аккуратность. пленка так и норовит встать пузырем или сморщиться. Поэтому надо тщательно разглаживать ее от центра к краям, чтобы выгнать воздух наружу. Можно пользоваться щетками, тряпками, а можно для удобства сбрызнуть поверхность водой из цветочного распылителя. Опытные оклейщики говорят, что влага потом испарится и на качество это не повлияет. зато упростит процесс. Самоклейка будет скользить по поверхности и поддаваться корректировке. Ну ничего, эта часть у нас учитывает. Вот такой ускроется. И вот у нас осталось два отверстия. Видите? Ну тут мы можем разрезать по-любому. Давайте по диагонали разрежем. Делаю это изнутри, потому что изнутри мне видны края. Смотрите, я его загибаю внутрь. Вот у нас получилась вот такая вот плоска. осталось только поставить нам ее на место. Уберем и аккуратненько ее вставляем. Вот что у нас получилось. Видите, какой подоконник у нас теперь. но пока мы его не крепим. Мы его крепим только тогда, когда мы поставим вот эту уже полочку. Примерим полочку, потому что там его еще приподнять нужно будет чуть-чуть. Вот так он будет выребить. Здесь уже пена схватилась, мы можем убирать. Вот. ну в принципе посмотрите поближе что у нас видите подокончик без пузырей абсолютно. После монтажа доски мы начинаем монтаж полочки. Вот я полку уже уложил, она уже обрезана заранее по размеру. сейчас я измерю самую полочку и после этого я приступлю к обтяжке ее пленки. здесь замнем острым ножом. Ну что ж, можно сказать, что пленочка наклеена. сейчас мы сдвинем подоконник, выровняем его и посадим на нашу любимую пену. А в следующий раз вставим вентиляционные решетки и дверь. Тогда комната будет окончательно готова. Смотрите, учитесь и работайте с удовольствием дома и на даче. с lang�� и на ан't